Приветствую вас. Сегодня расскажу вам о сыне актрисы Нонны Гришаевой. Ее наследнику уже исполнилось 17 лет. На кого похож юноша и какие у него планы на будущее. Ведь он довольно редко выходит в свет. Александр Нестеров с детского возраста мечтал стать прославленным музыкантом. Но стоит сразу отметить, что его родители не были в восторге от его мечты. Папа актера мечтал, чтобы его наследник вырос и стал спортсменом. Но этим мечтам не суждено было сбыться. В школьные годы Александр смог убедить отца дать разрешение на музыкальные занятия. Тогда мальчик увлекался игрой на трубе. За школьные годы юноша добился значительных высот. Он стал солистом в духовом оркестре, а это дорогого стоит. Именно поэтому ни окружающие, ни сам Александр не сомневались, что впереди большая музыкальная карьера. Но поступил в итоге Александр в Российскую Академию театрального искусства. Мастера актерского жанра быстро смогли раскрыть истинный природный талант парня. После выпускного вечера Нестеров решил стать аспирантом, настолько сильно ему нравилось развиваться в этом направлении. Было время, когда он работал преподавателем. Правда, не особо долго. При этом молодой человек успевал совмещать учебу, преподавание, участие в театральных постановках, а также он начал пробовать свои силы в режиссерском деле. Ему было интересно буквально все, что связано с актерским делом. На текущий момент он снимает фильмы и ставит спектакли. Александр Нестеров познакомился с Нонной Гришаевой абсолютно случайно. Актриса пришла со своей дочерью на постановку, а Нестеров исполнял в ней одну из ролей. Конечно, во время антракта и после окончания спектакля завязался разговор. Изначально актеры просто дружили и много болтали, когда было время между работой. На тот момент Гришаевой нужна была дружеская поддержка, а вот личных отношений вообще заводить не хотелось. Дело в том, что актриса только-только развелась со своим супругом. Она тяжело переживала сложившуюся ситуацию, а ведь у нее еще и дочка была маленькая. Стоит отметить, что Александр все прекрасно понимал и проявил настоящее чувство такта. Со временем Нестеров понял, что пропал. Он влюбился по-настоящему. Молодого человека не смущала даже возрастная разница в 12 лет. Нестеров был моложе, но это никак не влияло на отношения, и он сделал предложение на нем. В браке с Александром Нестеровым Гришаева родила наследника, которого нарекли Ильей. Стоит сразу отметить, что с Анастасией, дочерью Нонны от первого брака, Александр нашел общий язык практически сразу. Поэтому разницы между детьми никто никогда не допускал. Сегодня Илье уже исполнилось 17 лет. Он стал настоящей копией своего отца. Да и сам юноша не отрицает, что он практически всецело берет пример со своего папы. На сегодняшний день Илья планирует стать знаменитым актером театра и кино.